Что такое телепатия? Телепатия это воздействие своими мыслями на мысли других людей. То есть такое как бы в современном языке сказать хакер, который залазит в компьютер и нарушает течение структуры неких программ. То же самое производили и они, то бишь своими мыслями идет внедрение в мозг другого человека и идет навязывание своих воздействий, своих картин и так далее. Как это происходит, если по Джона Кеха, по версии, что весь мир, весь мир, даже вся Вселенная, это некая матрица, то бишь связанная энергетическими потоками. То бишь смотрите, все живое, неживое, все что находится вокруг нас, Вселенной, это есть молекулярный состав. Дома, деревья, мы, мы состоим из молекул, из частиц. И вот все частицы, они имеют энергетическое поле. То есть исходя из этого, все что находится вокруг нас и мы, имеем энергетические поля. И мы все между собой связаны вот этими энергетическими волнами, которые мы излучаем. Дома, деревья, вода, мы. И мы находимся как бы в такой системе, в такой матрице. Как бы, ну давайте себе представим, на примере, вот паук, паутина паука, да, но это примитивно будет. Это плетеная паутина паука, и ты вот в этой паутинке таким, встроен маленьким таким микроорганизмом. Вот примерно это так. И вот таких множествами микроорганизмов, вот, ну не только организмы, как бы дома, деревья, мы. Вот есть такие частички, и мы просто между собой, вот этими паутинками связанными, то бишь, вот этими волнами колебания. И по этим волнам колебания мы можем передавать информацию, информацию на большие расстояния. Кстати, я смотрел видео, что телепатические возможности, они не имеют неких ограниченных расстояний. То бишь, это может быть километр, может быть другой край Земли. И это происходит на любые расстояния. Еще там интересность такая, квантовая физика и генетика. В квантовой физике есть такое понятие сжатие и расширение времени. То бишь, время наше может сжиматься, и время наше может разжиматься. И вот, наверное, сжатие времени, вот это все очень быстро происходит. Вот там такие интересные вещи, еще до конца сам их не осознал. Хотя смотрю, разбираюсь, но примерно понимаю, как вот это все происходит. Возвращаемся назад к нашим казакам. Даже такими способностями еще владели ниндзя. Ниндзя, кто такие ниндзя, вы знаете. Это воины, которые, ну как бы их раньше называли профессиональные убийцы, наемники. Специально обучаемые воины владели ниндзя тоже такими способностями, как бы воздействия за счет телепатии, владения своей энергией на других людей. Вот, и еще есть информация, но насколько я знаю, это шаолинь. Шаолинь, это шаолиньские монахи, то есть это, по-моему, шаолинь Тибет, да, Слава? Не в курсе? В Тибете. В Тибетских монахи есть, в Шаолинь еще есть отдельный монастырь. Ну и там тоже шаолинь. Ну и там между собой, либо они там все в одном месте находятся. Ну, тибетские монахи, шаолиньские монахи, тибетские монастыри, вот они владеют этим искусством. Даже, даже, вот тибетские монахи, которые занимаются медитациями, вот они имеют способность затормаживания времени. Затормаживание времени, затормаживая время, ты можешь затормозить, я думаю, свой метаболизм. То бишь, обмен вот этот веществ, ты можешь его усилить, можешь его ускорить. Я думаю, что это происходит так. За счет замедления метаболизма, вот мы, я думаю, один из моментов, и увеличиваем свое время в жизни, в которой мы находимся сейчас. Так, вернусь еще про возможности, возможности нашего мозга, используя вот эту энергетику и способности телепатические. То есть, телепатия, это то же самое, вот, гипнотизеры, примерно, это, я думаю, слова-синонимы. То есть, возможность человеку внушить то, что ты хочешь. Приводились примеры, когда несколько сотен вот этих казаков сталкивались, видели на каком-то расстоянии вражеское войско, которое превосходило их, скажем так, в 10 раз по количеству людей. И есть такое доказательство, что характерники имели возможность вогнать, нагнать, то бишь на врага, нагнать страх. Как-то еще называлось, интересно, то бишь затуманивание, как бы, то бишь это есть воздействие на мозг противника. А как это происходило, я думаю, путем телепатии, через вот эту волновую генетику. Если мы предположим, что мы все связаны, весь мир, вся Вселенная связана энергетическими этими потоками, то мы можем, как ретрансляторы, вот, например, как были раньше радио, приходили волны, и мы слушали там музыку, какие-то повествования, вот это примерно происходит так. То бишь, волнами посылаешь человеческий мозг другого человека, эти волны воспринимают, и воздействие этих волн на него рисует ему картину. То бишь, ты, скорее всего, получается, внушаешь ему свою картину. Ну, картина, как мы понимаем, может быть хорошая, может быть плохая. Картинки – это голограммы, голограммы. Кстати, наш мозг, он еще имеет способность отторгать от себя голограммы, то есть рисунки голограммы. Вы сами, вот это, что вы визуализируете, это есть голограмма, то бишь, то, что мы себе представляем и видим. Вот эти голограммы. И я думаю, таким способом происходило внушение врагу, ну, скажем так, что перед ним в десятки раз стоит войско больше, чем есть на самом деле. И из-за этого, возможно, нагоняло страх и ввергало людей в бегство. Так же воздействие могло быть и на животных тоже. Так же можно было какие-то тоже там страхи внушать. Я думаю, это было абсолютно можно. Да, еще описывался такой случай, когда там примерно десяток казаков, вот точно так они в степи выскочили на противника. Противник находился вдалеке. Они поставили вокруг себя копья. И сами ушли в центр. То есть копья стояли по кругу, а сами ушли в центр этих копий. И путем воздействия телепатических способностей враг принял вот эти копья, которые стояли по кругу, якобы вдали находилась небольшая роща, деревья. То бишь, они восприняли их глаз, их мозг видел эту картинку по-другому. Видел, как будто, что это просто растут деревья. Вот описываются такие случаи. Так, еще такой момент. Ставьте лайки, чтобы YouTube больше дал доступ людям, которые хотят попасть на сайт и посмотреть, тоже посмотреть наши прямые эфиры. Поэтому, поддерживая вот этими лайками, комментариями, вы помогаете нам продвигать наш канал. Также тоже просим на данный момент по возможности поддержать, если финансово, если кто может. Вот. Так, продолжу, продолжать буду дальше. Так, чему я вам это все рассказываю? Энергию, если мы сможем сконцентрировать в себе вот эту энергию, то она очень помогает выходить с тревожно вот этого депрессивного состояния. Потому что наш мыслительный процесс, вот этот тревожно-депрессивный, либо тревожная уже выученная привычка крутить наше состояние, все время нас пугать и тревожиться. Идет такой момент нашей подавленности, эмоциональной подавленности. Подавленности человек чувствует такую безысходность, подавленность. Крутятся вот эти негативные мысли. И поэтому, точно как работая с мыслительным процессом, работая с мыслями, ваша задача одновременно освоить свои эмоции. Научиться управлять своим эмоциональным фоном, в котором вот это и заключается наша энергетика. То есть, учиться эмоционально вызывать в себе всплеск вот этой энергии, эмоции, которая будет на нас положительно влиять, и я думаю, одновременно будет влиять на выработку нашего серотонина. Потому что в нашем организме что-то одно, это так не работает. У нас все взаимосвязано. Взаимосвязано. Поэтому, поэтому, учитесь освоить вот эти энергетические потоки через свои эмоции. Я думаю, ключ к этому, к этой энергетике, лежит через нашу эмоцию. Потом я впоследствии, когда понял, что у нас что-то внутри есть, я использовал вот эту энергетику через эмоцию. Я вызывал сам у себя всплеск эмоций, и у меня шел такой вот всплеск этой энергии. Я думаю, они будут связаны, эмоция и наша внутренняя энергия. Вот, вот что я сегодня рассказал. Так, еще что, что бы я хотел вам еще рассказать. Да, вот, снимал последний ролик про способность нашего глаза, то есть нашего мозга через глаз, видеть как от себя, так видеть на себя. Точно так мы можем говорить себе, и говорить от себя. То бишь кому-то. Вот, например, на данный момент я говорю вам. То бишь, я говорю от себя. Если я буду думать, говорить себе, то есть мыслительный процесс, вот, например, сейчас на минутку. Вот здесь я говорю себе, размышляю, значит, я говорю себе. Понимаете? Вот, чтобы вы осознали этот момент, можно еще увидеть, когда мы учились в школе, когда учительница нам говорила, читайте про себя и читайте вслух. Вот, попробуйте это сделать, и вы увидите разницу. Точно так вот используется этот прием при дистанцировании от вот этих негативных, либо тревожных мыслей, когда ты берешь тетрадь, берешь ручку, и все мысли, которые у тебя в голове, начинаешь писать в тетрадку. Вот это называется вынос мыслей из себя. И когда мы сидим и думаем в себе, вот это мы крутимся в себе. Вот это как работает в себя и от себя. Понимаете? Вот. Чтобы вот этими примерами, я думаю, попробую, вы осознаете, как можно тоже дистанцироваться от мыслей, как их можно выносить со своей головы, именно фокусируясь на другом человеке, когда ты свои слова адресуешь ему, и ты так же можешь ты адресовать себе через я. Вот почему есть ошибки в мышлении, когда люди начинают вешать на себя ярлыки через я. Я плохая, я нехорошая, я некрасивая. Вот это получается адрес к себе. Адрес к себе. И тогда формируется, вот, говоря себе так, ты встраиваешь в нейросеть вот эти слова, а слова наши, они, кстати, тоже получаются вибрация, то бишь, наше слово это тоже энергетический поток. Вибрация. Вот то, что мы говорим слух, это происходит вибрация. И поэтому мы эту вибрацию, ну, я так думаю, как можем послать от себя, так можем эту вибрацию послать в себя. И поэтому, как говорит Петр Горяев, всегда думайте, что вы себе говорите. По его изучениям оказывается, что даже наше слово, вот это вибрация, оно имеет свойство гена. То бишь, вот, это и есть момент, когда человек может сам себя лечить. свой, наша речь, наша речь, это волновой ген, волновой ген. И существует множество, множество примеров, когда человек сам себя говоря и плюс визуализируя, справлялся с такими болезнями, например, как рак. Есть подтвержденные вот эти случаи, ну, как вам сказать, в практике. Даже проводил Петр Горяев опыт, вот это волновая генетика, квантовая генетика и квантовая физика. Вот это как бы есть волновая генетика, когда записывали как бы с ДНК записывали с ДНК здоровых животных специальной аппаратурой, брали, делали эксперимент, брали крыс. Брали крыс, вводили специальный препарат, который убивал поджелудочную железу у крыс. То бишь ликвидация поджелудочной железы вызывает сахарный диабет, ну, и потом последствия после него. Так вот, вот этих крыс взяли и разместили на расстоянии до 20 метров. Потом со здоровой крыс специальной аппаратурой тоже пучком лазаря, пучком лазаря считали генетически код здоровой железы и стали распространять вот эти вибрации, распространять на 4 стороны и что оказалось на расстоянии до 20 километров крысы, у которых была поражена поджелудочная железа, она стала восстанавливаться. То бишь полностью восстановилась. Произошел такой момент саморегенерации. Оказывается, что у нас в стволовых клетках сохраняется полностью память от нашего рождения. То есть вот этот путь нашего формирования, как мы росли, то бишь как росла там печень, руки, ноги, то полностью вся генетическая память. И она сохраняется именно в стволовых клетках, но она потом получается как бы по моему пониманию дремлющая. То бишь вот эта память она получается как бы запечатана в такие ларцы, запечатана, и она не используется. Но если уметь разбудить вот эти стволовые клетки, то мы имеем уникальную возможность для саморегенерации, для самовосстановления. Что-то здесь вообще работает или нет? Да. Кто не пишет ничего? Да, ну не пишет, может кто-то задать хочет. Просто у нас тема такая, нет ни про тревогу, ни про что ты не говоришь, ты просто рассказываешь, люди слушают. Может есть по психологии вопросы так задавайте. Скажи, задавали, ставьте лайк. пишите. Побольше людей присоединиться наших. Если есть вопросы, пишите. А то я думаю, тогда писали в предварительный раз, писали, а сейчас как бы еще наоборот. У тебя самовосстановление, чуть-чуть тема другая, поэтому все слушают. Задавайте вопросы по психологии. Саша ответил. Если есть вопросы, пишите, задавайте, буду стараться отвечать. Я думаю, все внимательно слушают, что я рассказываю. Не забывайте ставить эти пальчики, сердечки, вот эти вещи. так, 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 да, для саморегенерации, самолечения, и оказывается, Петр Геряев, они проводили эксперименты, и оказалось, что наше слово, наше слово, наша речь, имеет вот эту, имеет свойство гена, гена, и поэтому, поэтому, если мы имеем такую способность, но это надо осознать, как он объяснял, сложить алгоритмы, то можно вас обновить, как бы разбудить вот эту генетическую память, и тогда вот эта сохраненная информация, которая находится в наших стволовых клеточках, в клеточках, она как бы запускает обратный процесс самомоложения, вот это интересные вещи, то бишь, вот эта генетическая память, но вот это по моему пониманию, она воздействует, запускает некий один из моментов химического вот этого как химического состава, так и ускоряет, наверное, деление клеток, потому что я думаю, как бы один из моментов омоложения, это деление наших клеток, когда старые как бы отмирают, а новые формируются, вот, один из моментов нашего омоложения, я так понимаю, там сложные процессы в нашем организме происходят, я пытался понять, там, досконально, но это невозможно, потому что, там, физики, химики, там, это нужно всю жизнь посвятить, чтобы разобраться, там, досконально, как происходят вот эти процессы, но, но, в целом, картину я, как бы, себе уже представляю, прошел вот этот путь тревожно-депрессивного расстройства, и уже у тебя просто получается такой момент, как бы, привычка мозга так думать, вот, способность такого мышления, это есть тоже формирование, я говорю, что тяжело, тяжело переключаться со одной работы на другую, потому что это способ мышления, и, как бы, чтобы начать снова так думать, нужно настроиться, может, вы заметили на предыдущем эфире, когда я начинал рассказывать, то я запинался, там, терялся, пока вот, пока мой мозг настроился и, как говорится, перешел на ту дорожку и перешел на ту волну, на ту волну, поэтому мы стараемся, но мне тяжеловато, потому что я полностью не погружен вот в этой теме психологии, потому что, как бы, нету время, финансовая возможность не позволяют полностью, полностью уйти в эту тему, и поэтому приходится, вот, как бы, разрываться, хотя информации, информации владею, владею, мало-немало не могу сказать, это вам судить, но кое-что знаю, поэтому, вот, самое сложное, это настроиться на эту волну, чтобы у тебя мозг стал работать, вот в этом направлении, чтобы мозг стал работать в этом направлении, вот, и способность, поэтому, поэтому, смотрите, стволовые клетки, и саморегенерация, саморегенерация, это, как бы, такой замкнутый цикл, есть, как Петр Игоряев рассказывал, такие медузки, которые проходят полностью весь цикл, от эмбриона, полностью до старости, потом снова превращается в эмбрион, и вот так они, получается, вечная такая жизнь в них, так же, вот, если червя мы разрубим на части, то у червя со временем трансформируется и восстанавливается та часть, как бы, где мы отрубили, снова этот, например, хвостик вырастает, или что-то другое, даже если на много мелких частей есть такие черви, которые порубить, то происходит их восстановление, вот это на клеточном уровне, вот это и есть генетическая память, которая способствует запускать такие механизмы, как там деление вот этих клеток обновленных и так далее, которые способствуют полностью восстановлению той части, которую ты потерял. У человека, у человека мы можем регенерировать, по-моему, только три три, ну скажем так, но не части тела, ну либо части тела, это ногти, волосы и печень, вот, три части тела, которые мы можем себе регенерировать, регенерировать, но доказано, что человек, есть такая способность восстанавливаться абсолютно всем органам, всем частям тела, доказано учеными, проводили, кстати, интересно, проводили эксперимент, проводили эксперимент, взяли двух бабушек уже в возрасте двух женщин, они не то, что взяли, они как бы сами написали письмо вот в этот центр по изучению квантовой физики и генетики, написали Петру Горяеву письмо, чтобы записали такую программу, чтобы они омолодились, сделали этот момент, у одной бабушки выросли зубы, и что интересно, зубы выросли, если зубы обычно растут месяцами, то у нее зубы выросли за две недели, сформировались полностью, весь цикл, прошли за две недели зубы, у второй бабушки менструционный цикл начался, то есть обновление крови, это говорит о регенерации организма, обновлений, вот, вот такие происходили вещи, также, так про крыс я рассказал, какие они еще проводили эксперименты, а вот еще интересные эксперименты, это относится к силе слова, речи, речи, делали эксперимент на растениях, на растениях, есть даже ролик, который носится по ютубу, по-моему, японец или китаец, где в такие прозрачные колбочки стеклянные насыпан рис, рис, и вот, там, по-моему, три, три вот этих сосуда, раз, два, три, и одному сосуду он говорит нелесные слова, второму сосуду говорит нейтральные слова, и третьему сосуду говорит плохие слова, нет, первому плохие, третьему говорит лестные слова, и что интересное происходит, со временем тому рису, который находился в этом сосуде, говоря плохие слова, рис стал чернеть, у кожицы и плесневеть, второй рис, находящийся во втором сосуде, сохранял свою форму, когда начинался эксперимент, то есть, скажем так, ничего у него не поменялось, и в третьем сосуде, в котором находился рис, пошли паростки, то есть, рис стал прорастать, рис стал прорастать, точно так провели, взяли растения, дали им, ну, я так думаю, лучевое облучение, 2000 рентген, и у растений порвали все хромосомы, хромосомы, и говоря лестные слова, там, например, ты здоровый, ты сильный, ты мощный, растению, говоря такие слова, и что интересно, говорили на трех языках, на немецком, русском, еще на каком-то языке, и абсолютно одинаково, растения стали восстанавливаться, вне зависимости, на каком языке им это говорили, но на разных языках говорили одно и то же всем растениям, вот проводили такой эксперимент, да, еще, кстати, есть тоже эксперимент с кактусом, по-моему, в Японии или в Китае употребляют в пищу какой-то кактус, он там очень вкусный и является там знаменитым таким блюдом, но сложность получалась в том, что в этом кактусе были и волки, и как бы неудобно было его обрабатывать, или что этот кактус, и один из ученых мучился, пытался у этого кактуса как бы истребить всякими генетическими там вмешательствами, или как он делал, вот в поколении, чтобы убрать эти волки, чтобы они не мешали для применения этого кактуса в пищу, и потом произошел интересный момент, он просто начал говорить кактусу, чтобы он убрал и волки, и, по-моему, уже где-то во втором или третьем поколении, когда вот эти кактусы перерождались, то уже в третьем поколении иголок в кактусе не было, то бишь силой слова, силой речи, речи вот этой волной, которую он говорил кактуса, кактусу, у кактуса со временем пропали и волки. Вот эти моменты доказывают то, что наше слово, наше слово имеет силу, имеет силу. Вот, вот это об этом не говорит. И поэтому, поэтому доказанное есть в случае, что человек, да, кстати, свято веря в Иисуса Христа, возомнив себя Иисусом Христом, представив это, визуализировав, появлялись у людей стигмы. То есть точно как вот описанного в Иисуса Христа, когда его прибивали на крест, появлялись у людей стигмы, то есть вот эти отверстия. Также если человек обладает гипнозом, то есть вот этим телепатической способностью, если внушить, взять, вот тоже проводили эксперимент, брали монету, монету и человек, обладающий вот этими телепатическими способностями, внушал другому человеку, что эта монета раскаленная, то происходили такие химические процессы в организме и появлялся ожог, то бишь через химический процесс в организме, влажая эту монету на руку вот этому человеку, которому внушили, что монета раскаленная, происходили ожоги. Ну, есть много информации, когда люди ходят, например, по раскаленным углям, абсолютно при этом не имея ожогов, то есть вот это есть момент самовнушения, вера, абсолютная вера в то, что ты делаешь, делает вот такие чудеса. Еще где-то я читал в книге, в книге либо где-то смотрел, не помню, женщина, которая хотела забеременеть абсолютно уверовав в это, что ей поможет святая Матронушка, едет в ее монастырь святой Матронушки и возвращаясь домой через там три месяца или полгода у женщины наступает беременность, беременность, а как это интересно происходит? Верно, дело в том, что девушка залаживает в себя программу через слово и абсолютную уверенность, то есть слово она просит у святой Матронушки вот, например, она дала ей ребенка, то есть проговаривая снова же о себе, читая некую молитву, ты же, получается, говоришь сам себе, то есть речевая структура, если наше слово является геном, мы залаживаем программу и активируем у себя некий вот этот процесс, связанный, я думаю, химический некие сложные вот эти процессы, которые активируют наверное вот эти яйцеклетки, что там происходит, и в результате получается беременность, беременность, но чтобы это произошло, это называют чудом, это называют чудом, на самом деле, да, если со стороны посмотреть это чудо, но если понимая, как это происходит, то это и есть такой момент залаживания в себя программы самовнушения, то есть самовнушение это есть залаживание программы и мозг начинает над этой программой работать, иными словами, мы даем команду мозгу, визуализируя и проговаривая того, чего мы хотим, и мозг начинает над этим работать через запуск процессов, которые начинают у нас движение в нашем организме, чтобы прийти вот к этой цели, вот это один из моментов способность нашего мозга, да, я еще когда находился в этом состоянии, первая книга, которую я читал, даже еще до того, как это начинал заниматься, это сила мысли Джона Кэха, и вот тоже по его книге, я еще тогда не понимал, как это происходит, но я уже верил, что это есть действительно, потому что я практиковал, начинал с его книги практиковать со сном, и это начало немного работать, но полностью вот этого процесса не понимал, причинно-следственных, как оно работает, но оно работало, и вот вере этой книги, когда вот будет у вас такой момент, кто находится в тревоге, вот этом неврозе, когда ты ложишься спать, то у тебя идет прислушивание, сразу автоматически мозг стягивает на прислушивание к сердцу, к сердцебиению, у тебя сердце начинает либо быстро либо замирание, то там как будто обрывается, идет вот вот этот автоматический импульс, который командует на работу сердца, и тут же кортизол влияет на частоту удара, и ты постоянно на фокусировке вот этого сердца, ты на тревоге, ты на страхе, что это сердце, там черти знает, что происходит, что вот-вот-вот, я там умру, вот-вот-вот-вот, и я начал использовать эту методику, один из моментов, вот эту методику самовнушения, то есть я сам себе проговаривал, у меня здоровое и сильное сердце, и я видел в себе это сердце, как оно у меня спокойно бьется, какие у меня чистые, эластичные сосуды, какая у меня жидкая кровь, похожая на струи родниковой воды, как она пробегает по моим сосудам, и я натренировался до такой степени, что я это реально видел в себе, хотя была ночь, я закрывал и как бы входил в себя, либо наблюдал, как у меня спокойно, я проговаривал и представлял себе, как это происходит, да, и происходили реальные чудеса, сердце, постепенно видно, кортизол уходил, и сердце принимало обычную вот этот обычный цикл своей работы, то есть билось спокойно, как оно и должно биться при спокойном состоянии, вот такие вот такие вещи я экспериментировал, делал с собой, но это только я один момент вам рассказывал, еще ранее я рассказывал, как я голограммы видел, как я видел себя со стороны, как я видел себя со стороны, вот, что сегодня в нашем сегодняшнем эфире я вам хотел рассказать про энергию, про нашу энергию, и как ей, как ей постараться овладеть, попробовать овладеть, попробовать вот своей этой энергией как бы управлять, управление идет за счет сосредоточения ее в одном месте, как бы ты ее собираешь, стягиваешь в одно место, и потом идет вот такой энергетический всплеск, мне очень, я до тренировался на такой степени, мне потом хорошо помогало при подавленности, когда тебя ломает и у тебя идет психологическая такая подавленность, тебе вот ничего не хочется, как говорят, даже жить не хочется, то я научился со временем, я делал всплеск, я говорил, я здоровый и сильный, как бы вот эта речевая структура, я обращался к себе, и одновременно я как бы налаживал себя здорового, видел себя в себе здорового и третий вот этот момент одновременности, это вызывание вот такого всплеска, эмоционального всплеска, возможно, это энергия, энергия, я этого не исключаю, потому что вот это то, что было со мной в ванной, тогда я это не вызывал, я был подавлен, и поэтому я как бы даже я не знал, что так можно сделать, что можно вот этот эмоциональный фон вызвать сам у себя, но когда со мной произошло, это первый раз без моего участия в этом, я потом понял, что да, внутри нас что-то есть, что-то есть непознанное нами, по крайней мере на тот момент неизвестное мне, но я понял, что там есть очень большая сила, очень большая сила, даже сильнее той, вот этой нашей физической силы, потому что это ощутил на себе, и я не то, что испугался, а я сразу как-то удивился, и мне сразу пришли вот эти мысли, что внутри нас что-то есть, и вот потом путем изучения и смотрения разной информации, потом впоследствии, когда я постепенно уже твой мозг может думать, как бы может сосредоточиться на этом, ну как бы человек на тревоге, он не может сфокусироваться, то есть рациональное мышление оно отсутствует, у тебя вот все время гоняет, работает вот эта лимбическая система, вот это бей-бей-и, рефлексорный мозг, поэтому ты там не подумать, не сосредоточиться, ничего не можешь, но когда уже более-менее ты тренируешься, у тебя моментики проскакивают, где ты немножко можешь там чего-то какую-то почитать информацию или куда-то там зайти что-то посмотреть, то впоследствии я нашел вот эту информацию, а информацию я еще взял, есть такой Лавров, Лавров он военный, он подготавливал спецподразделения, которые участвовали в боевых действиях в Афганистане, то есть подготовка была диверсионных групп спецназа, именно он занимался подготовкой вот этих групп, и именно с позиции управления своим мозгом, своим мозгом, своей энергией, где как бы связывали вот этот способности мозга вместе с физическими возможностями, про, про, он исходя из этого, он еще летал к Бехтеревой на то время, это известно, тоже, я так понимаю, известная, ну, нейро вот этой науки по способностям нашего мозга, там, я думаю, тоже много у человека будет регалий разных, Бехтерева, по-моему, пусть меня извинят, по-моему, Татьяна Бехтерева, вот, точно не помню, и инструктируясь у него, у нее, как работает мозг, понимая это, вот, исходя из этого, он тоже подготавливал группы, что интересно, сам Лавров, он тоже выходец, был выходец из семьи, вот, именно, казаков-характерников, поэтому, некие способности по управлению энергетикой он уже имел, если вам будет интересно на ютубе, можете посмотреть, если там, ну, немногочисленные, но хватает, роликов, именно, вот, про Лаврова называется бесконтактный бой, бесконтактный бой, вот, если вам будет интересно, то можете посмотреть, вот, что-то я ушел, наклонение в эту тему, и, и, и потерял, и потерял мысль, с которой начинал, вот, так, 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 ну, что, у кого есть такие вопросы, у кого есть такие вопросы, пожалуйста, задавайте, задавайте, а то получается тишина в ютубе, тишина в инстаграме, так, какие-то вопросики, все, что вас интересует, все, что вас интересует, тревога, стресс, депрессия, то, что с вами происходит, по возможности, исходя из своих знаний, своего опыта, когда выходил с этого состояния, я вам помогаю, я вам рассказываю, что с вами происходит, что и как делать, в каких ситуациях, так, 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 вот, ну, на сегодня вопросов нету, на сегодня вопросов нету, вопросов нету, ну, тогда, наверное, будем на сегодня уже заканчивать наш эфир, сколько там стало по времени 40 минут, 40 минут, будем, наверное, заканчивать эфир, раз не задаете вопросы, раз не задаете вопросы, что бы еще хотели услышать, если нету вопросов по тревоге, что бы еще хотели услышать, вот, тишина, ну, ладно, тогда на сегодня мы заканчиваем, может, пройдет вопрос какой, для этого человека, может, не подписчики сидят, может, так, с интернетом сидеть, поэтому, мы не знаем, что, ну, психология, да, вот еще описывался случай, интересный случай, тоже группа Петра Горяева, научные молодые, как бы, ну, студенты, не студенты, но молодые специалисты выращивали растения и говорили растению, какую они хотят форму листика, какую они хотят форму лепестка, и что интересно, что происходила трансформация, именно какую форму листика и листка они говорили этому растению, и постепенно растение делало такую форму листару. Интересно, конечно, вот вещи происходят именно под влиянием силы слова, силы слова, то есть речи, нашей речи, вот этой волны, которую мы либо отвергаем от себя, либо направляем в себя. Вот эти способности, вот я вам рассказывал, точно так и имеет способность наш глаз. Мы можем смотреть от себя, можем смотреть на себя, и еще мы можем смотреть вовнутрь себя. Здесь у глаза вообще есть три способности. Так, спасибо вам большое за ваш труд объяснять людям это состояние, вашим объяснением это помогает. Спасибо, крепкому здоровью. Спасибо, спасибо вам тоже, что смотрите. Так, поэтому, так-так-так-так-так-так-так-так, сила-сила, сила речи, сила слова. Вот, вот-вот-вот, так, чтобы вам еще вспомнить, рассказать, рассказать. Да, вот про эту способность, способность вхождения в самого себя Вот это такая интересная вещь У меня одномоментно это было Но вот эта штука, ну как штука, не штука, как ее назвать Способность войти вовнутрь себя, это момент такой бессознательный Бессознательный, потому что если вы спросите, как вы это сделали, я вам не отвечу Это вот что-то происходит, такой момент Ты это делаешь, ты как бы направляешься, но делаешь это неосознанно Нету каких-то, нету какой-то логистики, чтобы погрузиться вот вовнутрь себя То есть, как бы нету таких ступенек, по которым можно объяснить, как это происходит Как это происходит Это я делал один раз, но я до конца не погрузился, мне стало страшно Это был такой момент, похожий на вот пирамиду, перевернутую пирамиду Если взять мы вот эту египетскую пирамиду, она как бы тревогольник имеет То вот ты ее переворачиваешь и ты идешь по ней этим уровням Внутри нас, вот это я видел так, это как перевернутой пирамидой Перевернутой, и ты вот, я начал спускаться, спускаться, но я спустился где-то второй Второй уровень, вот это я видел полосы, которые укорачивались Вот одна шире, вторая уже Вот где-то вторая, третья полоса Вот это там, как бы я видел, как полоса И как бы переход с одного уровня на второе И мне стало страшно, я вышел, вышел Потом через какое-то время был такой момент Я как-то, ты как-то заскакиваешь в себя И у тебя просто там такая радость, вот какая-то детская радость Вот в таких красках Вот такой момент он был, но он происходит как-то неосознанно Ты как-то раз сам в себя, раз и входишь Вот, это я не смогу объяснить, как это происходит Как я вам и говорил Это такая, какая-то, какой-то момент такой бессознательный, не знаю Может связано, я тоже занимался медитациями Но медитации были настолько, насколько я понимал Больше, наверное, эта медитация была как разговор со своим мозгом Вот у меня так происходило Когда я на каком-то этапе понял, что мозг есть мозг, а мы есть мы Я стал с ним разговаривать Я как бы стал его обучать И вот я давал такие упражнения Такое упражнение, это диалог с своим мозгом Вот когда у меня была сильно тревожилась голова Когда такое болевые сильные были ощущения Вот я использовал аквариум То есть я визуализировал аквариум И еще есть такой момент Я начинал себе говорить Я спокойный, ты спокойный И в это время озеро себе представлял Вот я взял озеро с работой со сном Когда я говорил, я спокойно засыпаю И представлял, в детстве мы бегали у тети на лесное озеро Рыбачиться там, покупаться И вот я взял за сном вот это озеро И я себе его визуализировал И в успокоении своего мозга Я взял же это озеро, только поменял фразу Поменял вот эту мантру, убеждение Как бы шел уже разговор Чтобы он успокоился Я его как бы успокаивал И я заметил такой момент Что через какое-то время он начал меня слушаться И чем больше я тренировал А я его тренировал Разными методиками, разными способами И чем больше я проводил эти тренировки То мозг начинал меня слушаться все больше и больше Как бы, скажем, ну не больше и больше А быстрее, быстрее Если мне раньше нужно было больше времени Чтобы его успокоить То со временем тренировки Со временем тренировки Мне было вот этого временного Затрачивания вот этого времени Намного меньше Проговаривая ему Он быстрее успокаивался То есть промежуток вот этого временной Его успокоения уменьшался Уменьшался точно Такой момент у меня происходил Вот про эту внутреннюю энергию Когда у тебя проявлялась у меня подавленность То я натренировался до такой степени Я выходил утром Идя на работу Меня придавливало Вот еще придавливало Я себе говорил Какая классная погода Какая классная природа Буквально 2-3 раза И у меня эмоциональный фон Он сразу восстанавливался Я предполагаю Что это не только Как здесь работает энергетика Точно так же идет воздействие На серотонин На наш химический состав Но вот наверное Воздействие на наш химический состав Он идет через эмоцию Через эмоцию Потому что если кортизол У нас активность выброса кортизола Вызывает страх То выброс серотонина У нас вызывает радость Вот это взаимосвязь Взаимосвязь То есть эмоции регулируют Наши химические процессы Эмоции регулируют Наши химические процессы Так 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 Ну все Никто ничего не пишет Как бы Ну все Будем заканчивать Потому что Потому что То вопросы не задаете Вопросы не задаете Более Ожидаю от вас Большей Большей активности Большей активности Все Кому понравилось Ставьте вот эти там Пальчики Сердечки Лайки Чтобы Канал двигался И Больше людей Могли увидеть Наш канал И Участвовать И Этим самым Вы будете Тоже Помогать Людям Которые Находятся В этом Расстройстве Справиться С этим Расстройством Помогая Нам Вы будете Помогать Другим Людям Тоже Которые Еще Не ведают Что есть Такой Канал И Находятся В поиске В поиске Помощи То бишь Наша Задача Нашего Канала Дать Надежду Тем Кто Ее Потерял Вот Цель Канала Все Спасибо За Внимание Благодарю Всех Кто Был На Сегодняшнем Эфире И Кто Еще Будет Смотреть Записи Наш Эфир Все Большое Спасибо Спасибо